Дмитрий Медведев примет сегодня в Кремле делегацию комиссии европейских сообществ во главе с ее председателем Жезем Эммануэлом Борозом. Он и еще 9 ключевых еврокомиссаров прибывают в Москву. В повестке дня совместного с российским правительством заседание борьба с финансовым кризисом, сокусование позиций к саммиту Большой Двадцатки и наболевший газовый вопрос. Российские министры и еврокомиссары вместе проанализируют недавние проблемы с украинским транзитом. Члены делегации ЕС уже заявили, что намерены включить основные принципы энергетической хартии в новое соглашение между Россией и ЕС. Развязка истории по освобождению Фаины затягивается. По одним данным, пираты уже покинули судно, по другим они продолжают дележ выкупа. Также есть информация, якобы бандиты тянут время, чтобы попытаться вывести с сухогруза часть оружия. То, что в последние часы творилось на борту многострадального судна Фаина, можно описать словом пиршество, пиршество пиратов. Накануне с вертолета им сбросили выкуп более 3 миллионов долларов. Деньги сразу стали делить, но и этого оказалось мало. Бандиты решили прихватить с собой еще и гранатометы, которые перевозила Фаина. Гранатометы охапками. Американский военный корабль, который блокировал Фаину все это время, и сейчас вот наблюдает за процессом освобождения. Не знаю, как они это физически делали, но они смогли... Ну, то есть они контролируют пиратов и не выпускают их с оружием. То есть просто пиратов деньгаем, пожалуйста. Вот с этими гранатометами извините. Освободили, наконец, судно или нет, до сих пор точно не ясно. В течение дня приходила информация, что часть пиратов покинула корабль, но на смену им приплыли другие, ведь столь крупная сумма впервые. И ситуация на Фаине могла быть еще более напряженной, чем в последние месяцы. Но скитание экипажа Фаины вряд ли закончится сегодня. Родственники моряков, которые и так последние месяцы провели на грани нервного срыва, теперь готовятся к новым испытаниям. Судовладелец настаивает, очень настаивает на том, чтобы ребята своим ходом шли до Мамбасын, туда, куда направлялось судно. Хотя на данный момент, я думаю, что они не в том физическом, именно в физическом, не в психологическом, а в физическом состоянии, чтобы можно было это сделать. Потому что, ну, представьте себе, 16 человек в 12-метровой каюте. Но отправить судно в Кению для Украины теперь дело принципа. Ведь у этой истории давний скандальный политический подтекст. Еще осенью в европейских СМИ были обнародованы данные о том, что Фаина с десятками танков, зенитных установок и массой боеприпасов на самом деле направлялась в охваченный войной Судан. А это нарушение всех международных норм. Официальный Киев эти подозрения отверг и заявил, груз для Кении туда и пойдет. Президент Ющенко вообще объявил об освобождении Фаины еще тогда, когда на корабле в самом разгаре шел дележ денег пиратами. Судя по последним сообщениям, судно все же действительно будет освобождено, но уже сейчас ясно, стоит готовиться к новым захватам. Вряд ли после получения трех миллионов долларов пиратам не захочется получить еще больше. Павел Зарубин, Алексей Баранов и Тирилл Ишинский. Вести. Новые снегопады обрушились на Великобританию. Всего за несколько часов в Южном Уэльсе, западных и центральных графствах Англии, выпало до 10 сантиметров снега. Из-за разгула стихии снова парализовано движение транспорта в Лондоне. Нарушена работа всех столичных аэропортов. Большинство рейсов вылетают с опозданием. Во многих городах по-прежнему закрыты школы. Между тем местные власти признали, что в стране сейчас большой дефицит технической соли. Коммунальным службам ее хватает только, чтобы посыпать самые главные дороги. Небольшие же улицы утопают снегу. Сотрудники компании, крупнейшего в стране поставщика соли, перешли на круглосуточную работу. Таковы главные новости. До встречи менее чем через полчаса. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok ММК появилась уникальная установка для диагностики и лечения суставов. Комплекс позволит значительно расширить спектр проводимых операций и оказать медицинскую помощь большему количеству горожан. Вторые городские состязания Лего-роботов пройдут завтра в Магнитогорске. В них примут участие 67 команд. Победители поедут на областной этап, который состоится в марте. Сегодня днем синоптики обещают. В Екатеринбурге минус 24, минус 26 градусов. В Челябинске от 13 до 15 мороза. В Магнитогорске снег слабая метель минус 8, минус 10 градусов. Сегодня в Фершенпенуазе 7, 9 градусов ниже нуля. В Кизисском районе от 9 до 11 мороза. В Верхнем Уральске минус 6, минус 8 градусов. 6 февраля на календаре. В столь раннее время вы смотрите телеканал «Россия». Доброе утро. В студии сегодня ведущие Ирина Мурумцева и Андрей Петров. Доброе утро. Кто бы мог подумать, всего 110 лет назад в этот день Сенат США ратифицировал договор, по которому Испания за 20 миллионов долларов уступала Америке, Гватемалу, Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Ныне покупательная способность доллара уже не та. Но именно с денежной темы мы начнем этот час. Обнадеживающая для нас финансовая новость. На 1 миллиард и 600 миллионов долларов выросли российские международные резервы. И это всего за неделю с 23 по 30 января. Теперь общая сумма запасов составляет 386 миллиардов 500 миллионов долларов. Кстати, по объему резервов Россия продолжает удерживать третье место в мире. Впереди далеко оторвавшуюся Китай и Япония. Тем не менее, на этот момент курс доллара 36 рублей 31 копейка. Ну а за 1 евро дают 46 рублей 59 копейка. Это означает, что стоимость бивалютной корзины вплотную приблизилась к установленной Центробанком планке в 41 рубль. До этого рубежа осталось всего лишь 2 копейки.